Добрый день! Вы на канале Хобби МК. И сегодня я расскажу вам, как делать вот такие вот помпоны. Я их делаю очень просто. Например, беру какой-нибудь плотненький картон, переворачиваю чашку, обвожу ее. Теперь замеряю диаметр круга в самом широком месте. У меня это где-то примерно 76 миллиметров. И теперь откладываю со всех сторон по 2 сантиметра ровно. 76, значит мне нужно отмерить 56. Две точки. Так. 2 сантиметра. 2 сантиметра. И еще в нескольких местах. 2 сантиметра. 2 сантиметра. И еще 2 сантиметра. 2 сантиметра. Навожу круг. Это можно было сделать и циркулем. Ну, его долго искать. Где-то вот так. Делаю небольшую выемку. Здесь я буду проводить обмотку. И вырезаю сначала по внешнему кругу. Так. И теперь по внутреннему кругу. И так напоминаю. Толщина этого бублика у меня 2 сантиметра. Теперь беру ниточки. Я буду комбинировать нитки. беру пушистую акриловую пряжу. И тоже акриловую, но она немножко по-другому скручена. Лучше всего для помпонов использовать пушистую шерсть или вот такой вот мягкий, не перекрученный акрил. Дальше мне понадобится суровая ниточка. Я ее прокладываю по внутреннему диаметру моего бублика. и накладываю, прижимаю эту ниточку пряжей. Срезанные кончики должны быть снаружи. Это был первый виток. Второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Я буду делать 175 витков. Намотан на 175 витков. Обрезаю пряжу. Опять-таки кончики у нас должны торчать с краю. Теперь подравниваю ниточки, которыми мы будем связывать наш помпон. Придавливаю рукой и острыми ножничками по наружному краю прорезаю аккуратненько все-все ниточки. Музыка Музыка Все отлично. Теперь берем суровую нитку. Мне не очень удобно, потому что камера мешает подхватить. Хочется, чтобы и вам все было видно. Делаем узелок. И очень хорошо, плотненько его затягиваем. Закрепляем узелок. Камера мне помешала немножечко. Сдвинулись мои веревочки. Второй раз. Теперь можно вынимать помпон. Пару веревочек не захватилось. И если где-то что-то торчит, то это можно аккуратненько подрезать. В идеале ничего торчать не должно. Все должно быть очень аккуратно и красиво с первого раза. Вот такой помпончик у меня получился. Чуть-чуть его подровняем. Итого, с шаблона 2 см толщиной у меня получился помпон приблизительно 5 см в диаметре. То есть на сантиметр получилось больше, чем двойной радиус. Если вам понравился этот мастер-класс, не забывайте поставить лайк и проверить, оформлена ли у вас подписка на мой канал. Всем большое спасибо за внимание. До свидания. До свидания. Продолжение следует...